Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале CBC в студии Телли Гусейн-Задей. В начале коротко о главном. Процесс великого возвращения на освобожденные территории Азербайджана продолжается. Для этого в Карабахском регионе создается необходимая энергетическая, транспортная, социальная инфраструктура. Слова министра иностранных дел Франции Катрин Колона о том, что Карабахский регион Азербайджана является анклавом внутри Азербайджана в форме Нагорного Карабаха, является неуважением к суверенитету и территориальной целостности Азербайджана. Медстраны ответил на очередную провокацию Франции. В Лондоне прошла церемония коронации короля Чарльза III. Это первая за 70 лет церемония коронации, которая проходит в Великобритании. Судан близится к гуманитарной катастрофе. Страны мира совместно с международными организациями направляют гумпомощь в конфликтную зону. В течение ближайших пяти лет технологии искусственного интеллекта приведут к сокращению 26 миллионов рабочих мест в мире. В целом, изменения коснутся каждого четвертого рабочего места. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде прокомментировал высказывание министра по делам Европы иностранных дел Франции Катрин Колона против Азербайджана в ходе интервью французскому общественному радио. Тот факт, что Катрин Колона ошибочно назвала Карабахский регион Азербайджана анклавом внутри Азербайджана в форме Нагорного Карабаха является неуважением к суверенитету и территориальной целостности республики, а также к правам азербайджанцев, которые подверглись массовой этнической чистке в этом регионе. Еще раз хотим напомнить французскому министру, что Карабахский регион является международно признанной суверенной территорией Азербайджана. Вместе с тем, утверждение французской стороны о том, что пограничный контрольно-пропускной пункт Лачин, созданный Азербайджаном на своей суверенной территории, через который жители армянской национальности уже начали прозрачно проходить в обоих направлениях, якобы блокирует дорогу, не имеет никаких оснований. В МИД Азербайджана подчеркнули, что французская страна должна положить конец таким провокационным и подстрекательским идеям, которые не служат миру и стабильности. Спецпредставитель Европейского союза по Южному Кавказу и кризисов Грузии Тойвы Клар поприветствовал переговоры глав МИД Азербайджана и Армении, состоявшиеся в США. Об этом дипломат написал на своей официальной странице в Твиттер. Тойвы Клар подчеркнул, что прогресс в переговорном процессе может быть достигнут только через диалог. Европейский союз продолжит поддерживать Азербайджан и Армению, работая с партнерами в поисках устойчивого мира. Такую же позицию высказал и специальный представитель по Кавказу и Центральной Азии генерального секретаря НАТО Хавьер Каламина в социальных сетях. Он выделился публикацией, в которой заявил о поддержке нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Хавьер Каламина также подчеркнул, что заметный прогресс в направлении заключения прочного мирного соглашения. Процесс великого возвращения на освобожденную территорию Азербайджана продолжается. В Карабахском регионе создается необходимая энергетическая, транспортная и социальная инфраструктура. На этой неделе президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил несколько освобожденных районов, где на месте ознакомился с ходом восстановительных работ. Первым пунктом стал Агдамский район. О том, какие проекты реализуются в Агдаме, расскажет мой коллега Шамистан Маметов. Хиросима Кавказа. Так нарекли Агдам из-за масштабных разрушений. Город был стерт с лица земли во время армянской оккупации. Здесь можно воочию убедиться в ужасающих последствиях захватнической политики Армении. Вернуть городу былое величие – отнюдь нелегкая задача. Но правительство Азербайджана делает все необходимое для того, чтобы Агдам вновь стал аграрно-промышленным центром Карабахского региона страны. Полностью реконструируется и дорожно-транспортная инфраструктура. Строительство железнодорожной линии Барда-Агдам завершится до конца текущего года. Ее протяженность составляет 47 километров. На участке в 32 километра уже уложены рельсы. Территория очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов. Наряду с боковыми дорогами планируется строительство почти 58 километров железной дороги. В настоящее время на станции Агдам построено пять боковых дорог. Остается только строительство одного километра дороги. Завершено 90% проектных работ. Остальные работы включают строительство зданий станции. Из Баку можно будет отправиться через Барду-Агдам по железной дороге. В среднем объем грузовых перевозок составит 10 миллионов тонн. В будущем возможно увеличение. В Агдамском районе также будет создан первый железнодорожный и автовокзальный комплекс. Таким образом будут созданы все необходимые условия для удобного передвижения пассажиров. Помимо этого будут действовать 10 регулярных междугородних автобусных маршрутов. Ежедневно автовокзал будет принимать свыше тысячи пассажиров. Для скорейшего возвращения бывших вынужденных переселенцев в свои родные края особое внимание уделяется жилищному строительству. Все работы в Агдаме осуществляются за счет собственных ресурсов Азербайджана. Применяются современные тенденции градостроительства. Правительство Азербайджана уже инвестировало в восстановление освобожденных территорий свыше 6,5 миллиардов долларов. Города и села строятся заново. Уже в 2025 году сюда, в Агдам, будет возвращена первая группа бывших вынужденных переселенцев. Во время 30-летней оккупации этих земель армянские вандалы не оставили ни одного целого здания в городе Агдам. Уничтожены были в том числе учебные заведения. Армянские оккупанты полностью разрушили одну из старейших школ Карабахского региона Азербайджана, школу номер один города Агдам. И сейчас на этой территории продолжается строительство учебного заведения на 960 ученических мест. А рядом началось строительство третьего по счету жилого комплекса, который будет состоять из более чем 1200 квартир. На этой неделе президент Азербайджана Ильхам Алиев заложил фундаменты второго и третьего жилых кварталов города. Их строительство будет завершено к концу 2025 года. На первом этапе в Агдаме будут построены 5 жилых кварталов. Речь идет о свыше 5000 квартирах, в которых будут проживать около 25 тысяч человек. Благодаря масштабным строительным работам, которые развернуты по всему населенному пункту, сегодня Агдам не назовешь городом-призраком. Во время поездки в Агдам президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева также заложили фундамент Агдамского центра Мулгама, который вынесет свой вклад в сохранение культурного наследия. Здесь в центре планируется создать кафе, кинозал, библиотеку, концертный зал на 637 мест, а также два танцевальных зала. На втором этаже будут расположены административные кабинеты, в центре будут созданы 15 учебных классов. А на прилегающей территории будет построен открытый амфитеатр площадью 1000 квадратных метров. В Агдаме также строится центр цифрового управления и учебно-тренинговый комплекс Азарюшир. Городская инфраструктура будет полностью отвечать всем потребностям населения. Отсюда в будущем будут вести контроль за электроснабжением как города Агдам, так и прилегающих территорий. Здесь также будет вестись подготовка квалифицированных кадров в области электроэнергетики. Помимо этого, здесь неподалеку началось строительство логистического центра, который будет предназначен для перевозки, хранения, а также ремонта транспортных средств, которые задействованы в восстановительных работах Карабахи и прилегающих районах. В долгосрочной перспективе в Агдам и близлежащие села планируется переселить 42 тысячи человек. Площадь города будет увеличена вдвое. Шамистам Амедов, Джавид Гадиров, Си-Би-Си. Восстановительные работы ведутся во всех освобожденных от армянской оккупации районах Азербайджана. Особое внимание, согласно поручениям президента Ильхама Алиева, уделяется электроснабжению до оккупированных территорий. К настоящему времени проведены десятки километров линии электропередач. Продолжается строительство электрических станций и подстанций. Эта станция включена в международный проект, который охватывает Турцию и Европу. Со станции Ахджабиди сюда проведена линия 330 вольт протяженностью 132 километра. В то же время отсюда на расстоянии 12 километров к Губадлы проведена линия в 110 вольт. Во всех освобожденных от оккупации территориях главная цель – установление и улучшение электрического снабжения. «В индустриальном парке экономическая зона долины Араза. Уже проделан большой объём работы. Обустроены спальные места для 60 людей. Также тут был установлен трансформатор. Помимо этого, у нас множество продолжающихся работ и планов. Направление, которое находится у нас в приоритете – логистика и технические сервисы». Турция стремится урегулировать отношения с Арменией. Скорейшее подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией принесет пользу всему региону. Об этом председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп заявил на встрече с председателем парламента Армении Аленом Симоняном в Анкаре. Ален Симонян заявил о надежде на то, что встреча послужит основой для установления армяно-турецкого межпарламентского диалога и формирования основ для его продолжения. Тему продолжим с нашим гостем. Это Армия Мамедова, эксперт по международным отношениям, глава Турецкого центра стратегических исследований и разработок WorldPanorama. Добрый вечер, Армия Ханум. Добрый вечер. Анкара всегда выступала за диалог и налаживание отношений с Ереваном. Но последние провокации Армении, конечно же, все перечеркнули. То есть все добрые шаги, которые были направлены в сторону Армении, они, конечно, не принесли никаких результатов. И вот, как мы видим по заявлению Симоняна, то есть его визит содержит импульс для движения вперед, это он заявил. А вот будет ли вот этот импульс, как вы считаете? Ну, вы знаете, я считаю, что вообще Армения, она всегда не идет по правильному пути. Турция, она всегда старается делать так, чтобы в регионе был всегда мир. Всегда был мир и всегда было все благополучно. Но, к сожалению, вот то, что сейчас происходит в Армении, это нельзя сказать тем, что Армения пытается сейчас как-то прийти к какому-то соглашению. Не с Азербайджаном, не с Турцией. Потому что памятник, который сейчас открылся, недавно, который на днях открылся в Армении, это уже гласит о том, что Армения все так же, как и в предыдущее время, всегда против турков. И, к сожалению, к нашему большому сожалению, то, что даже говорит сегодня представитель парламента и пытается как-то все это уладить, сгладить то, что этот памятник не имеет никакого отношения к тому, что Армяне и Армяне не имеют каких-то враждебных, скажем так, отношений к туркам, Это, конечно же, неправильно. Потому что сегодня, как мы видим, открытие этого памятника, это конкретно приводит к тому, что это и говорит о том, что сегодня армянская, не только диаспора, но и вся Армения думает также о том, что турки являются сегодня врагами Турции и Азербайджана. Что означает этот памятник? Памятник это означает то, что это возмездие того, что надо вести его против турков и азербайджанцев, турецких, скажем так, азербайджанцев, которым вот когда-то этот памятник, когда вот решили его возвести. И вот сегодня я считаю, что та историческая, скажем так, та история, которая была в 19-20-х годах, сегодня также она все-таки котируется в обществе Армении. К большому сожалению, армянское, скажем так, общество это все нормально воспринимает и считает, что несмотря на свой вот этот враждебный, скажем так, характер, может как-то ужиться в этом регионе. Но это не так. Мы все прекрасно понимаем, что те действия, которые Армения сегодня делает, она идет в противовес того, что она говорит. И, конечно же, сегодня то, что происходит в Армении и то, что происходит на мировом сообществе, которое она себя хочет показать, это совершенно разные и разная политика. То, что говорит о том, что Пашинян, как он уже высказался о том, что это было неправильное решение и это было решение не наше, но его и демократия, скажем так, приводит к тому, что не всегда, как говорится, да, как говорит он сам, что нас не слушают, конечно, это смешно. Как может быть такого, что премьер-министр, если дает какой-то указ, какие-то, скажем так, организации или же муниципалитет или какие-то правительственные органы не будут выполнять его приказы. Это, конечно же, не так. Значит, это все является характером того армянского общества, мнения армянского общества, идеалы армянского общества, которые они ведут против Турции и против Азербайджана. Да, вы действительно правы, все-таки на они рассчитывали, да, на что-то, когда открывали этот памятник. Ремяхану, вы видите какую-то перспективу армяно-турецкого регулирования? Вы знаете, я вам скажу конкретно вот так. Сегодня я это всегда говорю во всех своих интервью. Отношения Турции с Арменией будут складываться от отношений Азербайджана с Арменией. Турция никогда не будет идти противовес или против Азербайджана. Если не будет мирного договора с Азербайджаном, конечно же, Турция тоже не будет вести какие-то отношения с Арменией. Это понятно, что Армения сегодня пытается вести, открыть дороги, вести хорошие отношения с Турцией, но это делается только лишь потому, что на нее давит сегодня Европа. Почему Америка, Европа? Потому что они хотят, чтобы Армения, она отошла от России. Вот в чем дело. Но кроме того, что она пытается сама сегодня и сама тоже отойти от России, мы все прекрасно понимаем, что Россия это то государство, которое всегда будет поддерживать и поддерживает Армению. А Армения никогда не сможет отойти от страницы от России, потому что Америка и Европа очень далеко находятся от Америки, от Кавказа, а Россия она по соседству. Это раз. Во-вторых, то, что сегодня происходит в турецком обществе, надо сказать о том, что Турция, она не против армян и не против армянского общества. Потому что есть люди, которые постепенно, периодически едут в Армению, ведут какой-то бизнес с армянами. Это все нормально, это все человеческие, бытовые, скажем так, деловые отношения. Но когда Армения конкретно ведет себя вот таким нахальным образом, вот тогда уже Турция уже начинает так же реагировать и конкретно говорить свое мнение о том, что Армения это не та страна, с которой тогда Турция будет вести отношения. Я еще раз повторяю, отношения Турции с Арменией будут придерживаться того, какие будут отношения Армении с Азербайджаном. В любом случае в Анкаре хотят иметь хорошие, нормальные отношения со всеми странами, да, и Армения, конечно, не является исключением. Спасибо вам большое за ваш комментарий. Армения Мамедова, эксперт по международным отношениям, глава Турецкого центра стратегических исследований и разработок Верпанорама подключалась к нам. В Турции, в городе Коне продолжаются международные летно-тактические учения «Наталийский орел-2023». В очередной день учения авиационные средства в соответствии с планом совершили групповые вылеты с аэродрома базирования и выполнили боевые задачи в дневное время, а также задачи по преодолению противовоздушной обороны условного противника. В ходе учений пилоты провели разведку, определив координаты наземных целей условного противника. В послючении инженерно-техническим составом были также отработаны задачи по обслуживанию боевых самолетов и подготовке авиационной техники к следующему полету в кратчайшие сроки. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... На базе военно-морских сил в Баку состоялось мероприятие, приуроченное к столетию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева. Приняли участие представители Министерства обороны Азербайджана, командования военно-морского флота, неправительственных организаций и общественности. С концертной программой выступил творческий коллектив Бакинского муниципального театра и армейского идеологического и культурного центра имени Азиасланова. Участники мероприятия также рассказали о непростом жизненном пути великого лидера Гейдара Алиева, являющегося примером для каждого азербайджанца. Был отмечен весомый вклад общенационального лидера в развитие азербайджанского государства. Сегодня состоялся визит иностранных дипломатов в Нахчеван в связи со столетием со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева. 140 гостей из 80 стран приняли участие на мероприятии на тему Гейдара Алиев и внешней политики Азербайджана. В рамках серии мероприятий по случаю столетия со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева состоялся визит иностранных дипломатов в Нахчеван. В мероприятии приняли участие члены дипломатического корпуса, аккредитованные в Азербайджане с резиденциями в Баку и Анкаре, военные атташе, а также представители различных организаций. С этой целью были организованы специальные чартерные авиарейсы из Баку и Анкары в Нахчеван. Визит, в котором приняли участие около 140 гостей из 80 стран и 23 организаций, начался с посещения памятника великому лидеру Гейдару Алиеву. Затем в музее Гейдара Алиева гости ознакомились с фотографиями и экспонатами, посвященными жизни и деятельности общенационального лидера Азербайджана. Дипломаты, посетившие музей, рассказали о роли Гейдара Алиева в истории Азербайджана, а также о его весомом вкладе в мировую политику. Для меня честь и приятность быть именно сегодня, в канун столетия, со дня рождения общенационального лидера Азербайджана здесь в Нахчеване. Это уже второй раз. Я считаю, тот, кто не побывал в Нахчеване, тот не побывал в Азербайджане. Это, во-первых, древняя земля, во-вторых, это действительно здесь рожден, здесь вырос общенациональный лидер азербайджанского народа. Я считаю, что для нас, для Украины, это больше, чем символ нахождения здесь в Азербайджане представителей Украины, потому что становление нашего государства и дружественных отношений между Украиной и Азербайджаном именно строились благодаря Гейдару Алиеву. Именно с тех времен, когда строились отношения двусторонние, началось наше стратегическое партнерство. Поэтому я считаю, именно развитие теплых отношений между Украиной и Азербайджаном, который базируется в весь спектр двусторонних отношений, начался с периода Гейдара Алиева. Затем во дворце имени общенационального лидера состоялось мероприятие на тему Гейдара Алиева и внешняя политика Азербайджана. В ходе выступления иностранным гостям была предоставлена подробная информация о жизненном пути великого лидера и его деятельности во благо азербайджанского народа, политической независимости и устойчивого развития Азербайджана, в том числе о нахчеванском этапе его жизни. Были подчеркнуты исключительные заслуги Гейдара Алиева в том, что современный Азербайджан занимает достойное место в системе международных отношений и формирования независимой внешнеполитической стратегии. Участники мероприятия подчеркнули, что внешнеполитическая стратегия Гейдара Алиева сегодня успешно продолжается президентом Ильхамом Алиевым и направлена на достижение новых целей. Роль Гейдара Алиева это огромная, потому что, зная историю региона, в общем, бывших процессов, которые были в Союзе, потом после, как раз после приобретения независимости, его роль огромная. Азербайджан мог бы и не быть как государство, которое мы видим сегодня, да, процветающее. Мы знаем, читали, знаем прекрасно, какие трудные времена были. И когда смотришь через 30 лет, действительно, это удивительно, как выглядит сегодня Азербайджан. Это действительно можно понять, что это модель, может быть, и для других. Ну, как удалось, да. Ну, конечно, первый камень ставил уважаемый Дед Аральев. Дипломатам и военным атташе была дана подробная информация об оккупационной и враждебной политике Армении. Было отмечено, что Нахчеванская автономная республика почти 30 лет находилась в блокаде. Подчеркнули, что с открытием Зангизурского коридора и эта блокада будет снята. И Нахчеван своими транзитно-транспортными возможностями будет способствовать экономическому развитию не только Азербайджана, но и всего региона. В рамках мероприятия был продемонстрирован видеоролик, посвященный жизни общенационального лидера Гейдара Алиева. Мероприятие завершилось концертом симфонического оркестра Нахчеванского государственного университета. В рамках визита в Нахчеван иностранные дипломаты и военные атташе также получили возможность ознакомиться и с культурно-историческими и туристическими достопримечательностями города. Ассоциация организаторов выставок Азербайджана организовала акцию по посадке деревьев в честь 100-летней годовщины со дня рождения национального лидера Азербайджана Гейдара Алиева. Акция проведена под лозунгом «100 лет 100 деревьев» на открытой площадке Баку экспоцентра. Ассоциация отметила юбилей великого лидера, который всегда уделял особое внимание вопросам охраны и восстановления окружающей среды. В годы его руководства в Азербайджане решались такие вопросы, как экологическая стабильность, охрана окружающей среды, а также работы по озеленению в регионах и столице. Таким образом, Ассоциация организаторов выставок Азербайджана продолжает политику Гейдара Алиева о заботе о зеленых насаждениях и охране природы. Также подобные мероприятия способствуют восстановлению экологического баланса, защите окружающей среды и обогащению атмосферы кислородом. Гейдар Алиев на протяжении всей своей жизни очень активно поддерживал такого рода процессы, и мы хотим быть частичкой также этого. Это является отрадным фактом, что наше первое мероприятие, наши новые организации связаны с именем великого лидера Азербайджана. На сегодняшнем мероприятии присутствуют более 50 компаний, так или иначе связанных с высотчанной индустрией Азербайджана. Эта сфера очень активно развивается сейчас в Азербайджане. Азербайджан является региональным хабом выставочных мероприятий. И очень радует, что сейчас у нас уже создана эта ассоциация, которая будет защищать и продвигать интересы этой индустрии в стране. Также по случаю столетия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева в Центре культуры службы государственной безопасности состоялась научно-практическая конференция. Почетный руководитель органов безопасности Азербайджана. Начальник СГБ генерал-полковник Алина Гиев в своем выступлении рассказала о содержательном жизненном пути Гейдара Алиева и о решительных шагах, предпринятых им для обеспечения национальных интересов Азербайджана. Было подчеркнуто, что успешная внутренняя и внешняя политика президента Ильхама Алиева, успешно продолжающего стратегию государственности Гейдара Алиева, который всегда хотел видеть Азербайджан независимым, ведет сильный и могущественный Азербайджан к светлому будущему и новым победам. До президентских и парламентских выборов в Турции остаются считанные дни. Каждый из кандидатов продолжает активно проводить свою предвыборную кампанию. Повышенное внимание со стороны кандидатов в последние дни уделяется экономической сфере. Каждый из баллотировавших успел отметить, что продвинуть идеи важности экономической сферы для развития и будущего Турции. Каждый из кандидатов и каждая из партий, скажем так, фракций и отдельно и партий, имеет свое видение и рассказывает своим избирателям и в целом всем избирателям с тем, чтобы за них голосовало как можно больше людей. Например, Реджептай Пердаган, кандидат от правящей коалиции и действующий глава государства, он очень много акцента делает и на вопросах, связанных с энергетической безопасностью страны. Недавнее открытие получения официального статуса атомной электростанции АККУЮ, нефтяные резервы на юго-востоке страны, а также и добыча природного газа в Черном море, где залежи оцениваются, запасы природного газа оцениваются где-то в 700 миллиардов кубометров. Электростанция АККУ, атомная электростанция, она позволит экономить в Турции где-то порядка полутора миллиардов долларов в год, от того, что она сможет сократить импорт газа из России и других стран. Совет Евросоюза одобрил выделение одного миллиарда евро, которые пойдут на закупку артиллерийских снарядов и ракет для вооруженных сил Украины. Об этом сообщается в пресс-лизе объединения. В частности, средства пойдут на закупки снарядов калибра 155 миллиметров и в случае необходимости ракет для украинских военных. В документе напоминается, что вместе с поставками боеприпасов из имеющихся арсеналов Евросоюз выделяет на подобную помощь Украине всего 2 миллиарда евро. Таким образом, общая стоимость военной поддержки ЕС Украины превысит 5,5 миллиарда евро. К сегодняшним решениям мы вводим в действие первую часть исторического соглашения, достигнутого лидерами Евросоюза, о поддержке немедленной поставки артиллерийских боеприпасов на сумму 1 миллиарда евро для вооруженных сил Украины. Жозеп Боррель также отметил, что Евросоюз рассматривает мирный план Китая в Украине как пожелание поднебесной. По мнению Борреля, мир вряд ли будет принят одной из воюющих сторон, и Западу следует продолжить поддержку военных усилий Украины. Есть только одна вещь, которую можно назвать мирным планом. Это предложение президента Украины Зеленского. Китайский мирный план – это не мирный план. Это просто набор благих пожеланий. И, конечно, Россия не примет украинский план. Мирные планы – это хорошо, но Россия заявляет, что у нее есть военные цели, и она их обязательно достигнет. В течение ближайших пяти лет технологии искусственного интеллекта приведут к сокращению 26 миллионов рабочих мест в мире. Об этом пишет Блумберг со ссылкой на данные Всемирного экономического форума. Мировые рынки труда должны быть готовы к новой эре турбулентности, поскольку такие технологии, как искусственный интеллект, ускоряют сокращение канцелярской работы, одновременно увеличивая спрос на специалистов по технологиям и кибербезопасности. Человек, которого многие считают крёстным отцом искусственного интеллекта, уволился с работы, предупредив о растущих опасностях, связанных с разработкой в этой области. 75-летний Джеффри Хинтон объявил о своем уходе из Google заявление для New York Times, отметив, что теперь он сожалеет о своей работе. По его словам, некоторые риски, связанные с интеллектуальными чат-ботами, очень страшны. Несмотря на то, что Джеффри Хинтона называют крёстным отцом искусственного интеллекта, впервые он был изобретён Джоном Маккарти ещё в 1950 году. Под искусственным интеллектом подразумевают способность машин или компьютерных программ учиться, думать и рассуждать как человеческий мозг. В систему поступают данные и инструкции, на основе которых она делает выводы и выполняет функции. Со временем искусственный интеллект продолжает изучать человеческое мышление и логику, становясь эффективнее на ходу. Новаторские исследования доктора Хинтона в области глубокого обучения и нейронных сетей продолжили путь для современных систем искусственного интеллекта, таких как ЧАД-GPT. Сегодня искусственный интеллект внедрился практически во все сферы нашей жизни, став её неотъемлемой частью. Заявление Джеффри Хинтона о том, что он жалеет о своей работе в области искусственного интеллекта, говорит о том, что он сам не ожидал такого результата, который мы видим сегодня. Искусственный интеллект открывает огромные возможности и может внести весомый вклад в создание лучшего будущего для человечества. Но вместе с тем есть определённые риски, и в первую очередь это дезинформация и даже манипуляция. Согласно отчёту, опубликованному Всемирным экономическим форумом в Женеве, в течение следующих пяти лет почти четверть всех профессий в развитых странах изменится в результате внедрения искусственного интеллекта. Ожидается, что это может привести к сокращению до 26 миллионов рабочих мест на административных и учётных должностях, включая кассиров, продавцов билетов, операторов ввода данных, а также бухгалтеров. Но эксперты уверены, что такой ход событий может привести к необходимости в усилении кибербезопасности. По их мнению, искусственный интеллект послужит открытым полем для киберпреступников, которые поспешат использовать его в своих целях. Сегодня в свободном доступе есть технологии, позволяющие полностью скопировать голос человека по короткому аудиосообщению, а также технологии замены лиц на видео и прочие инструменты, которые мошенники могут использовать для кражи личности. Помимо этого, нейросети становятся способны генерировать всё более качественный контент, в том числе новостные сообщения, научные работы, ввиду чего возрастает риск распространения фейковой информации. Сейчас нейросети могут использоваться для создания разных текстов, научных работ и так далее. И чем больше контента генерирует искусственный интеллект, тем сложнее понять, был ли он вообще создан человеком. Несмотря на то, что сегодня искусственный интеллект наводит страх на многих людей, выступая фактически в роли их соперника, в то же время он может служить на пользу человечеству. Британские учёные использовали искусственный интеллект для высокоточного диагностирования онкологических заболеваний на ранней стадии. Также новая модель искусственного интеллекта помогла выявить пациентов, имеющих высокий риск появления злокачественных опухолей. Кроме этого, учёные из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и Кардивского университета Великобритании разработали модель искусственного интеллекта, способную прогнозировать цунами. Система в режиме реального времени измеряет и классифицирует подводные землетрясения. Несмотря на все вышеперечисленные плюсы искусственного интеллекта, ведущие фигуры в области разработки технологий искусственного интеллекта, включая Илона Маска и сооснователя Apple Стивена Возника, предлагают сделать паузу в его развитии до тех пор, пока не будут разработаны и применены надёжные протоколы безопасности. В Ташкенте состоялась международная конференция космических технологий. Масштабное мероприятие собрало на одной площадке региональные и национальные космические агентства представителей бизнеса из ближнего и дальнего зарубежья. На пленарных сессиях были обсуждены перспективы сотрудничества стран-организаций тюркских государств в космической сфере, а также будущие совместные проекты. Исследования в области космоса всегда представляли интерес для многих стран. Мировые державы вкладывают огромные средства для освоения космоса. Одной из площадок для обсуждения перспектив сотрудничества стран в космической сфере стала конференция космических технологий. Мероприятие состоялось в конце апреля в Ташкенте и собрало представителей космических агентств из более чем 10 стран мира. На заседании состоялась встреча космических агентств стран-организаций тюркских государств. «Азеркосмос активно развивает свои связи в сфере науки и технологий со странами организаций тюркских государств. В этой связи хочу отметить меморандум о взаимопонимании, заключённый с Венгрией. Данный документ предполагает сотрудничество Азербайджана и Венгрии в космической сфере. Такое же сотрудничество Азеркосмос намерен наладить с КАЗ-космос, Узбек-космос и Турецким космическим агентством. В этом году планируется заключить аналогичные меморандумы о взаимопонимании». Мероприятие собрало свыше 200 представителей космической отрасли. Обсуждалось международное сотрудничество и инвестиции, новые спутниковые технологии, безопасность, финансы и регулирование в космической отрасли. ASTC-2023 – это бизнес-ориентированное мероприятие, в котором принимают участие представители деловых кругов со всей Центральной Евразии. Советник по международным связям Азеркосмос Вугар Байрамов рассказал, что в ближайшее время запланирована реализация совместного проекта стран ОТГ в космической сфере. «Не будем забывать о коммерческой деятельности Азеркосмос. В этом направлении мы провели ряд плодотворных встреч с компаниями, представляющими частный сектор экономики, в их числе Максар, Ютлсад, Айсспейс и многие другие всемирно известные компании. Говоря о совместных проектах, которые будут реализованы странами, членами и наблюдателями Организации тюркских государств, следует отметить запуск Купсата. Это формат малых искусственных спутников Земли для исследования космоса. По данному проекту уже создана рабочая группа, следующая встреча которой намечена на конец мая». В ноябре 2021 года страны, члены и наблюдатели ОТГ приняли концепцию тюркского мира до 2040 года. Документ стал дорожной картой для выстраивания отношений между странами тюркского мира. Пункты документа выходят за рамки экономической интеграции. Особое внимание уделяется экономическим и социальным реформам, инклюзивной структуре, борьбе с коррупцией и гендерному равенству, а также прозрачности и эффективности во всех областях. Среди вопросов, представляющих особый интерес, есть и космическая сфера. «Страны ОТГ намерены добиться успеха в развитии космической сферы наравне с такими державами, как Россия, Китай и США. Когда мы говорим о космосе, речь идёт не только об исследовании других планет и звёзд. Это в первую очередь дистанционное зондирование. Запуская спутник, мы можем наблюдать за процессами, происходящими на Земле из космоса. Этот метод очень полезен во многих сферах, в том числе и в сельском хозяйстве. Как известно, в странах ОТГ очень развит аграрный сектор». Мировая космическая индустрия развивается стремительными темпами. Инвестиции в космические технологии играют всё более важную роль в экономическом и социальном благополучии. Ежегодный оборот мировой космической отрасли превысил 400 миллиардов долларов и, по прогнозам, достигнет одного триллиона долларов в течение следующего десятилетия. Эллада Мамедова, Фирус Рагимов, CBC. Объединённые Арабские Эмираты совместно со Всемирной Организацией Здравоохранения направили в Судан самолёт с 30 тоннами гуманитарной помощи. Оно состоит из предметов первой необходимости, лекарственных препаратов и медицинского оборудования. Между тем, мировые лидеры продолжают призывать враждующих суданских генералов к примирению во имя мира и безопасности народа. Предметы медицинского назначения от Объединённых Арабских Эмиратов включают оборудование для экстренной хирургии, в том числе травматологических операций, а также лекарственные препараты для лечения 165 тысяч человек. Самолёт с гуманитарной помощью на сумму почти 450 тысяч долларов вылетел из располагающегося в УАЭ логистического центра организации в Порт-Судан. Это первый гуманитарный груз, который ВОЗ доставила в Судан с начала вооружённого конфликта между армией и силами быстрого реагирования. «Теперь задача состоит в том, чтобы доставить эти материалы туда, где они необходимы. В частности, медицинские учреждения для спасения жизни раненых. В некоторые штаты мы можем добраться без особых проблем, но в некоторые это сложно сделать. Мы изучаем все возможности на местах». Всемирная организация здравоохранения также заявила о готовности направить в Судан ещё один самолёт с гумпомощью, чтобы обеспечить пострадавшие районы страны донорской кровью и препаратами для борьбы с малярией. Мировые лидеры также выражают обеспокоенность ситуацией в стране. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц, находясь с визитом в Кении, призвал враждующих суданских генералов прекратить боевые действия ради народа Судана. В этой связи канцлер Германии высоко оценил посреднические усилия президента Кении Уильяма Руто. «Многие люди в этой стране годами отстаивали свободу и демократию, часто рискуя своими жизнями. Они выступали за переходный процесс от военных структур к гражданскому правительству. Вот почему армия и силы быстрого реагирования должны прекратить свою борьбу за военную власть, которая происходит за счёт народа. Поскольку она несёт с собой огромные разрушения, переход к гражданскому правительству должен быть возможен». По данным ООН, из-за продолжающихся боевых действий более 800 тысяч человек могут покинуть Судан. Это приведёт к очередному масштабному кризису беженцев в регионе. В настоящее время более 100 тысяч беженцев уже перебрались из Судана в соседние страны, спасаясь от конфликта, тем самым образуя на границе заторы. Миграционный кризис представляет непосредственную угрозу для соседей Судана, в первую очередь Египту и Чаду. Фарид Адилов, Сабина Мурадова, CBC. Чарльз III официально стал королём Великобритании. Торжественная церемония коронации Чарльза III и его супруги Камилы прошла в Вестминстерском аббатстве, которое собрало более 2000 гостей. План всей церемонии носил название «Операция «Золотая сфера», где каждое действие было расписано по времени». Официальная церемония началась с торжественного шествия от Букингемского дворца до Вестминстерского аббатства. По всему маршруту были установлены смотровые площадки, а также экраны с прямой трансляцией церемонии. Церемонию вёл архиепископ Кентерберийский. Во время церемонии король принял коронационную присягу. Чарльзу отзяли корону и вручили большой государственный меч, две королевские булавы, посох святого Эдуарда, коронационное кольцо и другие королевские атрибуты. К концу церемонии архиепископ возложил начальца III корону святого Эдуарда, сделанную из чистого золота в 1961 году. Во время коронации Чарльз III не смог сдержать эмоций. Он заволновался, когда принц Уильям, нарушив традицию, преклонил колени, чтобы присягнуть на верность своему отцу. После произносенной клятвы Уильям встал, коснулся короны и поцеловал короля в щеку. Чарльз был тронут до глубины души. Он кивнул своему сыну, сказав «Амин» и «Спасибо, Уильям». На церемонии также присутствовал младший сын Чарльза III Гарри, но без своей супруги Меган Маркл. После церемонии в аббатстве король прибыл в Букингемский дворец в золотой государственной карете, которая была задействована в каждой коронации со времен короля Вилгема IV в 1831 году. Чарльз III и Камила появились на балконе Букингемского дворца, откуда поприветствовали собравшихся. К этому часу пока все. До встречи в вечернем выпуске. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова